Там начинается день экспедиции на Чукотку. Совместный выставочный проект Музея-заповедника Родины Ленина с самым северо-восточным музеем России Берингийского наследия. Это сотрудничество оказалось возможным благодаря тёплым отношениям сотрудникам Музея симбирской фотографии Марии Чурбановой, которая с экспедиции оказалась на Чукотке, и сотрудниками Музея Берингийского наследия Марии Корнауховой и Кристины Гардер. Эта выставка началась с такой личной истории, которая не связана с музеем. Я ездила на съёмки одного проекта в посёлок Проведение, это Чукотка. И там удалось познакомиться с музеем Берингийского наследия. И, конечно же, мы не догадывались о том, что спустя 4 года произойдёт такая история, и здесь, в Ульяновске, в музее «Сибирская фотография» будут демонстрироваться эти чудесные снимки. На выставке представлено более 70 фотографий из фондов музея Берингийского наследия. Их переслала по электронной почте из музея с Чукотки сакуратор выставки Кристина Гардер. По словам Марии, ульяновский бухту Проведение, где находится музей, разделяют 8 тысяч километров и разница в 8 часов. Кристина даже в своём приветственном обращении написала. Людям с материка сложно поверить, что в бухте интернета нет неделями. В целом подготовка выставки велась 5 месяцев. Выставка фотографий, исторических фотографий, фотографий любителей, профессионалов, которые были сделаны в послевоенное время, знакомит нас с местом, которое так поэтически называется – бухта Проведения, бухта Зима. И интерес к этому месту у людей, которые там побывали, совершенно грандиозный. Он заключается в том, что побывав там однажды, человек хочет туда вернуться. Экскурсия Марии с рассказом о том, как живут люди, с которыми мы редко сталкиваемся, но при этом о них много раз вспоминаем во время праздничных застолий. Травя анекдоты о чукчах, зацепила и заинтересовала. Оказывается, что слово «чукча» в переводе с чукотского означает «настоящий человек». Местные жители Чукотки до сих пор живут в ярангах, пасут оленей, охотятся на китов и тюлени и верят в духов. «Наша страна огромна, она очень интересна. Ее можно познавать всю свою жизнь, и все равно останется много неизведанного. Искренне заведую Марии, которая побывала в замечательном месте. Надо сказать честно, далеко не каждому человеку в жизни удается добраться до такой точки, на самом краю нашей огромной страны». «Чукотка – это не про далеко и близко, это вообще про другое. Это почти как вот та сторона Луны. Но вот это мероприятие, наверное, как раз и важно тем, что оно сближает нас». А за четыре дня до открытия выставки на ее анонс в социальных сетях откликнулась одна жительница Ульяновска. В ее семье долгие годы хранятся любопытные фотографии из бухты Провидения послевоенного периода, где тогда работал ее отец Борис Андронов, и где родилась она и ее сестра. Таким образом, выставка пополнилась фотографиями из семейного архива и личными вещами Андроновых. «Там все очень интересно, на Чукотке. Там красивые места. Вот у меня личные воспоминания. Мое детство, я была маленьким ребенком еще, когда уехала оттуда. Там у меня воспоминания сопки, высокие сопки, красивые. Для меня они касались огромными горами. Я даже не представляла, как это вообще возможно, к ним даже подойти. Но это были сопки, тюльпаны в тундре». Более того, фотографиями поделилась соседка Ирины Борисовны Елена Владимировна Махонина, у которой тоже есть фотографии с Чукотки. На одной из них можно увидеть, как кормят белого медведя с гущенкой. Работа выставки имеет продолжение в соцсетях. Музей «Симирская фотография» в своей группе запускает акцию «Получи открытку с Чукотки». Сотрудники Музея Берингийского наследия любезно согласились подписать 20 открыток со штампом музея для ульяновцев. Их отправят с почты бухты проведения. Счастливчики получат открытки к Новому году. Как правило, письма с Чукотки идут примерно месяц.